Ребят, всем привет! Мы продолжаем наши зимние влоги, ну условно зимние, потому что до декабря осталось еще 11 дней, но тем не менее, это можно назвать зимой, потому что лежит снег, он еще не растаял, сейчас минус 3, но в ближайшие пару дней будет 0 градусов, поэтому все потечет нахрен. Ну ничего, свежий снег мы тоже условно увидели. Сегодня воскресенье, я немножко сейчас сидел за компьютером, делал презентацию, вернее доделывал. Завтра в понедельник у нас будет демо, ну такая как бы история, когда мы приглашаем всех участников разных команд и показываем результаты своей деятельности. Но сегодня у нас по планам бездельничать, Катя сейчас сидит, монтирует свой влог из Санкт-Петербурга, я его уже выложил, сейчас пойдемте посмотрим, что у него там получается. Катя, я тебя могу немножко напугать, я тут с камеры пришел, я тебя предупреждаю, просто многие не знают, Катя все время пугается, когда я сзади подхожу. Сколько у тебя там по времени будет? Сейчас 29 минут, 30 сейчас смонтировано, но я думаю будет там 33-34 минуты. Нормально, поэтому обязательно подписывайтесь, Катя, на канал, ссылка есть на главной странице Ютуба. И еще подписывайтесь на наши Телеграмы. Катя так вообще там супер активно все ведет, свою деятельность. У меня просто репостер. Что это такое? За тобой. Ой, коленка. Не ударяйся, не ударяйся. А как ты сегодня встала рано? В 7 утра. Да, я сегодня бездельник в 12 встал. А тебе, ну, скучно было? Нет, вообще не скучно. Я позанималась йогой, позавтракала, искусила этим супчиком, я же был. Вот, сварила себе перепелиные яйца. Ни-ичкин. Я это... Я себя в моменте исправила. Вот. Ну, и потом, что еще? А, ну, я монтировала. Потом я помедитировала чуть-чуть, это тоже очень важно. На самом деле, значит, медитация, это так сложно оказалось. Не просто сидишь, блин, молча. Ну, нужно, короче, выкинуть себе мысли из головы, а это невозможно. Попробуй 5 минут посидеть без мысли вообще. Просто не получается. Всегда есть мысли, а их нужно убрать. Концентрироваться на дыхании, там, на своем теле, а это, блин, очень сложно сделать. Я один раз читал статью, то ли в Швейцарии, то ли еще где-то изобрели комнату, которая полностью поглощает шум. То есть многие же жалуются, нам мешает шум. Мы очень хотим попасть в очень тихое помещение, там, не знаю, или пространство. Сделали эксперимент, то ли 30, то ли 50 человек, и большинство через 5 минут не выдерживали. То есть полная тишина, людей, ну, говорят, типа, нам мешает внешний шум, но люди не могут без этого. Не в этом дело, на самом деле, медитация. Ты знаешь то, что самые продвинутые люди, которые много лет занимаются медитациями, они могут в автобусе медитировать, в метро. Им вообще все равно, вокруг люди, там, возможно, не знаю, хоть, там, не знаю, на зоне пони взрывы, они могут медитировать в любом вообще... Ну, мне это непонятно. Синяк. И с другой стороны, кстати, тоже. А чего тебе синякет? Да мне кажется, это из-за йоги, не знаю. Ну, мне кажется, знаешь, почему из-за йоги? Потому что я все пытаюсь вот эту вот штуку сделать, вот так вот, типа, сложить ноги, и постоянно косточками упираюсь куда-то, ну, больно. И из-за вот этого, возможно, у меня синякет. Спасатели, Маш, у нас он вроде есть. Возможно, он так пройдет, очень страшно. Я что хотела сказать, по-моему, про этот кипятильник. А, то, что, мне кажется, очень неудобно, куда его потом, представляешь, он кипяток, горячий. Все, мы его пользовались, вытащили из этой розетки. Я буду так вот минут 10 держать его, пока он настынет. Ну да, там кожаные сидения, это, конечно, непонятно. Ну, давай эту возьмем, железную кружку Starbucks. И в нее туда. Да, это да, так можно. А может быть, он вообще полное говно, и разогревает, ну, буквально, вот прям тютельку. Потому что, ну, бытовые, понятно. Я вчера Конно рассмотрела, и он, короче, показывал какую-то кружку, там было несколько кружек. Одна, которая перемешивает что-то, то есть она герметично закрывается, и нажимаешь на кнопку, и внизу, короче, такой пропеллер, он перемешивает все. Я такие видел. Сообщение приходит, а? Я такие видел. Вот, а другая кружка более прикольная, она тебе подогревает сразу напиток, то есть внизу там есть какой-то подогрев. Но он сказал то, что больше, чем до теплого состояния, она не греет. Ну, это фигня. В этом-то и смысл. В общем, жду Катю, и будем выползать. Прокатимся. Андрюш. Ай. А, картинку надо еще выбрать. Картинку выбрать? Да. Вы не знаете, я для Кати описание пишу, и картинки выбирает. Нет, он умрет, честно, он умрет. Он мне картинки уже не выбирает давным-давно. Я это делаю, он просто иногда может им что-то посоветовать, помочь. А так я это сама все делаю. Какая-то у него странешка. Спасибо. Спасибо. Давай, иди я до тебя. Прикинь, даже это, я сегодня в общий чат, там, где Саша, Паснова и все девчонки выложила свои фоточки, которые я сегодня в Телеграм выкладывала, ну, там, здесь черными патчами. Вот, и там спрашивали, кто как за собой ухаживает. Ну, там всякие масочки, там, про скрабики, ну, такая фигня. Вот, и я ответила про себя, и куратор, и сама Саша Паснова написала, какая красотка. Приятно. Это успех. Да, я еще покажу свой стул. Включи свет, пожалуйста. Да, я это пропукал в таком состоянии, короче, надо будет его менять. Это я тут уже постепенно вот так вот сижу, иногда выдергиваю кусочки. Вот тут трещинка пошла, и вот тут, после летнего периода. Видимо, эко-кожа не справляется с моей жопой. По поводу кружек, то, что мы разговаривали, я купил себе кипятильник еще два года назад в Майнтрейде, ни разу его не подключал, и надо устроить тест-драйв. Ну, потому что он лежит без дела, очень интересно его попробовать, особенно в поездке в какой-нибудь будущее, если мы сделаем куриный суп в термосе, да, и потом можно его переливать в какие-то кружечки и подогревать. Но, опять же, очень интересно посмотреть, насколько же он нагревает воду, там, напитки, всякие супы, каши и прочее-прочее. Я знаю, что бытовые офигительно нагревают, но, опять же, эта история для автомобиля, возможно, он вообще ни о чем. Хожу по квартире, маюсь и смотрю в окошке. Зачем я это делаю? Ну, потому что через полчаса уже будет темно. Вот этим меня, конечно, зима очень сильно раздражает, потому что очень хочется делиться с вами светлыми, крашенными, крутыми кадрами, но в итоге получается, что мы сидим в машине, куда-то идем и все время темень. Я об этом говорил в предыдущем влоге и продолжаю пердеть и страдать из-за этого. До 29, по-моему, декабря день будет идти на минус и потом потихоньку идти на плюс. Одна минута, там, две, но, сами знаете, всю эту, как бы, историю. Скоро будут светлые кадры, обязательно, но надо будет потерпеть чуть-чуть этот период. Ну, и опять же, мы поедем в путешествие на Новый год, но пока не определились, прям 100%, куда, как и что, но в ближайшее время обязательно вам расскажем. Ну, а я пойду, наверное, за компом посижу, потуплю, потому что Катье нужно как раз примерно полчаса. Она такая, может быть, все-таки поедем? Я говорю, ладно, все, сиди, выкладывай видос, там, в удачное время, там, по расписанию на 6 часиков его запостишь, и люди как раз будут довольны, потому что ты очень долго его выкладываешь. О, нифига себе, я пока записывал видос, у меня здесь синий экран смерти вылез на винде. Первый раз такое вижу. Прикол. О, и пошел в перезагрузку. Нас будет потом разобраться, что такое случилось. Никогда не видел. Еще у меня там монтажка была сейчас открыта, и несколько смонтированных кусочков из этого видоса. Надеюсь, они не пропали. Давайте проверим. У меня тут загрузилось. Так. Комп грузится быстро, и так же быстро поток только что. Удивительно. Так, жесткий диск не отвалился. Залезаем в проекты. Так, пример про кусочек. Обновление Steam идет. Так, Slack загружается. Так, давайте посмотрим. Блин, что здесь? Блин, ну прикол. Он не сохранился. Катьке надо еще примерно 15-20 минут, поэтому я пока, наверное, или полетаю в Microsoft Flight Simulator, или в гоночки поиграю. Не, наверное, в гоночке. Как раз тут очень быстрой сессии. Вот как мне нравится режим SuperView. Все влезает. Прям эффект присутствия. Да, какие-то есть тут такие странные артефакты. Видите? Фиша эффект. Ярко выраженный по углам. Но все равно выглядит достаточно эпично. Мне нравится. Кто-то просил записать целый день, как я работаю. Знаете, друзья, у меня очень много, как бы, такой приватной информации. Поэтому весь влог мне придется просто свой экран, так скажем, блюрить. Поэтому это будет не сильно интересно. И очень много рабочих созвонов, где я тоже не могу просто врубить камеру и показывать все, что происходит. Поэтому я надеюсь вас с пониманием. Наконец-то свершилось. Катя выложила питерский влог. Сейчас кое-что там приберет на кухню. И мы поедем прокатимся. Ну и, конечно, уже темно. Немножко расстраиваюсь. Световой день не видел. Вообще. Ну, только если в окошке посмотрел. Не мог бы сходить прогуляться. Один? Ну, ты-то одна не гуляешь. Слушай, а что ты мне каждый день говоришь, когда говорю, что хочу прогуляться? А что ты одна не идешь? А сейчас один? Ну, это я, это ты. Лицемерно. Картошечка была такой мягенькой, такой вкусненькой. Сейчас же. Ну, ты потом туда маслица закинешь и все. Там и так полочки масла. И сливок много. И все, мяско тут было. Оно где? А, на холодильнике. А, уже убрала. Отлично. А у нас есть что-то на вечер? Это что-то было типа без строга, наверное. Помнишь, да? Да. Ты, кстати, зря сухарики убрала. Они напитаются влагой. И будут невкусными. А, все, вижу. Я тогда борщ со сметаной съем. Да, мне нору. Я уже начал записывать. Сейчас, секунду. 11 тысяч чек какой-то. Выкидываю? Да, да, выкидываю. Мы такие молодцы. Вовремя с Катей решили. Давай не в Макдональдс, а нормально чем-то съедим. И, как обычно, в Серджио пиццу. Вот, правда, ребят, нам очень вкусно вот эта паста лючия. А Катюха все время берет себе пакет с лососем. Я вот пару ложек попробовал. Офигенно. Я такая сейчас довольна. Потому что я рано встала. Потому что я демонтировала в лоб. Занималась йогой. В 7 утра я, кстати, встала. И вообще, я столько всего сделала сегодня. Я активно вела Инстаграм в запрещенную сеть. И Телеграм. Вот. И сейчас я еще поужинала в правильном питании. Я прям... А вечером воронины поздала. А вечером приедемся с воронины, посмотрим, да, и ляжем спать. Ну что, Катюшка, расскажешь, куда мы вообще идем? И что мы будем сейчас делать? Вкусничек. Так, и? Ну, это ты захотел что-нибудь вкусненькое на ночь. Я тебе хотел что-нибудь вкусненькое взять, а не себе. Видишь, какой я заботливый? Все себе наберем. Может, манго? Сейчас с ложкой. Вкусно. Ну, слушай, я не буду точно. Если ты хочешь, возьму. Корму. Корму. Сюда можно скидывать классно. Да? Корму не хочешь? Я ее не ем. Потому что ряжу. Просто потому что мне не нравится. То есть, корму, который мне привезли. Смотри, кто не молился. И мы все посреди с другими. Да. Но он очень вкусный. Мне понравилось. Для кого вот это вот делают? Знаешь, типа, не знаю, почищен. Ну ладно. Не, это удобно. Нет, я про другое. Вот, вот это. Для кого? Для совсем ленивых. Или что еще? Я знаю. Не знаю. Просто отварная морковка. Что, отварить сложно? Ну, я тебе говорю, для хозяек, которым вообще не охота ничего делать. А еще я вижу тут в стробоскопе свет. Какой-то из. Так выглядит красиво. Да, мне очень нравится. Симпатично. Прямо хочется на стол поставить и не есть. Малыски. Малысочки. Да, написано даже мини. Интересно, вкусно. Хочешь, возьми чуть-чуть? Нет? Яблоки, груши. О, фигра. Одна банка. Единственная. Замарол. Такая дорогая. 1480 рублей. Прямо. Может, чего-нибудь из напитков хочешь? Помнишь, тебе вот этот понравился, Катюх? Шарли. Не хочешь? А, нет. Маршмеллоу? Или маршмеллоу? Маршмеллоу. Мы пришли куда нам. Есть этот мой любимый десерт? Что ты любишь? Мой любимый десерт. Ну, вот тебе понравились эти. А, эти отличные, да. Я думаю, может быть, необычные взять. Смотри, тут есть прям целый наборчик. И шоколадные. Ты такие возьмешь, а я у тебя один заберу. Да я будто бы шоколадные хотел, а ты их не любишь. Вот это я возьму. Все, беру вот это. Цвета цветочная. Для чего она? Пчелиная обножка. Для готовки, наверное? Не могу тебе сказать. Бо, я придумал, что тебе вкусненько взять. Виоленую какую-нибудь. Нет, прикинь, не хочу. Ты ли это? Да. Хорошо, может быть, булку какую-нибудь? Вот этот маковый офигенный. Я ничего не могу. Короче, ребят, закругляемся. Иначе мы тут 10 минут будем ходить и снимать. Ну, потом пока что я буду. А тут, кстати, свет не стробоскопит. Мне он так нравится. Я вот эти не пробовала. Маскарпоне, рикотте я не пробовала. Я пробовала только крем чистый. Он вкусный очень. Я снимаю. Вот это прикол. Сейчас вам покажу, что же мы в итоге выбрали. Во-первых, набор пирожных. Хит и вкус вилл. Покажет поближе оператор. Все шоколадные. Знаете, почему он взял? Потому что Катя не любит шоколадные. Я у него не смогу стырить. Продолжаем. Да? Если бы он взял с ягодами и фруктами, я бы съела один стырил оба. Кефирный хлеб. Это Катюша биотворок себе взяла. Да, это я себе взяла. Оливки зеленые, фаршированные красным перцем. Неострые. Очень понравились. Мне в прошлый раз. Это такая приколюха. Сухарики из печеных яблок. Печеные яблоки с добавлением белка, без сахара. Хочу попробовать. Сметана. Еще один, по-моему, биотворок. Да, это я взяла биотворок детский. Мне понравилось, что там только молоко и закваска. Вот это вообще топ. Я один раз попробовал. Мне мужчина вкусвили в отраде посоветовал. Вот с тех пор беру миндаль прям. Очень-очень вкусно. Мне сначала он вообще не понравился. Я прям даже выплюнула. А потом как-то я сидела и прям всю пачку съела. Не знаю. Второй раз, когда попробовала, я прям влюбилась. Вкусно. Колбаса. Халяль. А достань, пожалуйста, мою гранолу, я покажу ее вместе с йогуртом. Сейчас. Давай. Еще вот такой напиток чайный. Гречичный. Гранолу. Вот, я взяла гранолу. Здесь манго, маракуйя, плюс клетчатка, то есть семена чая есть. И для этого я взяла йогурт. Ну, то есть еду гранолу с йогуртом есть. Может быть, завтра так позавтра. Это чтобы лакакать хорошо. Да и главное, я взяла просто потому, что я его люблю. Натуральное слабительное. Ну да, но на меня это особо не действует. На меня вообще ничего не действует. Курабьевка. Это Андрей себе взял, я такой не люблю. Ну и пти-тим. Это макарошки такие. Да, я один раз в ресторане попробовала пти-тим с, по-моему, телячьими щечками, если я не ошибаюсь. Да, да. Господи, как это было офигенно. Я, конечно, такое не смогу приготовить, но пти-тим мне прям очень понравился. Я буду с чем-нибудь приготовить. Да, необычно. Можно телячьи щечки эти сделать. Там на самом деле просто надо хорошо потушить. Да, с сливками. И соус там терияки. Можно терияки со сливками потушить. Да, я попробую. Правда, я телячьи щечки вообще не знаю. Они уже готовые будут? Просто мне это всё залить и сделать? Или там надо будет вырезать всё? Можно гуляш сделать хорошо. Угу. С терияки вот. Не потушить. Да, да, попробую. Ну, я же сегодня делала, получается, без троганов я делала грибы, делала шампиньоны маленькие, потом говядину кусочками там нарубила. Что ты качаешься-то? Не знаю, просто. Говядину нарубила вместе с этим, с грибами. И туда сливки и соус. Какой? Соевый соус. Да, это я тебя буду показывать. Голос все-таки, ну, классно. Чуть-чуть. Всё, заканчиваем влог. Вложим. Фу, не говори ты, господи. Воскресенье заканчивается, но для вас, для нас ещё нет. Мы сейчас поваляемся, что-нибудь вкусненького поедим. Посмотрим воронинок. Воронинок, точнее. Воронинок, да. И всё, и на боковую. Всё, ставьте лайки, дизлайки. Там же и твои тоже подписчики присутствуют, которые мне пишут комментарии. Я так рада под последним влогом, столько приятностей мне пишут. Мне прямо это настроение так поднялось. Спасибо. Всё, можно заканчивать.